Передозировка наркотиками является главной причиной смерти в городе Нью-Йорк и забирает больше жизни нью-йоркцев, чем убийства, самоубийства и автомобильные аварии вместе взятые. Опиоиды причастны к большинству смертей от передозировки. В число опиоидов входят героин, рецепторные боли утоляющие и фентанил. Фентанил – это быстродействующий и мощный опиоид, который обнаруживают в героине, кокаине, креке, поддельных таблетках и других наркотиках, продающихся на улице или онлайн. Передозировка опиоидами случается, когда человек употребил сильные опиоиды или в том количестве, которое его тело может не выдержать, тем самым замедляя или даже останавливая его дыхание. Налаксон также известен как наркан. Фирменное название налаксона в виде назального спрея – это безопасное лекарство, способное временно обратить вспять последствия передозировки опиоидами. К числу некоторых признаков возможной передозировки опиоидами относятся – потеря сознания, замедленное дыхание или его отсутствие, посинение губ или ногтей, либо в зависимости от цвета кожи, посирение или побледнение, издаваемые звуки храпа или бульканья, тело пострадавшего может стать твердым или скованным. При возникновении любого из этих симптомов очень важно действовать быстро. Если вы обеспокоены тем, что у кого-то, возможно, возникла передозировка, сначала проверьте, реагирует ли пострадавший, крикните ему в ухо. Если пострадавший не реагирует, разотрите ему грудь, сжав свои кулаки и потирая костяшками пальцев грудную клетку или кость в течение примерно 5-10 секунд. Если пострадавший реагирует на массаж грудины, что может включать в себя речь или движение тела, продолжайте наблюдать за ним и держите при себе налаксон на случай, если он перестанет реагировать. Не оставляйте пострадавшего без присмотра. Если под рукой есть пульсоксиметр, его можно использовать для наблюдения уровня кислорода у потерявшего сознания. Если пострадавший не реагирует, ситуация чрезвычайная. Позвоните по номеру 911 или оповестите медицинского специалиста, если такой есть на месте. Возможно возникновение осложнений или же у пострадавшего может быть чрезвычайная медицинская ситуация иного рода. Позвонив в 911, сообщите диспетчеру конкретное местоположение и скажите, что вы находитесь с пострадавшим, который без сознания и не дышит. Средом исключений, закон доброго самаритянина в штате Нью-Йорк, позвонившего в 911, предоставляет защиту тем, кто звонит в 911 ради спасения жизни пострадавшего, даже если в ситуации фигурируют наркотики. Как можно скорее введите налаксон. В этом видео показаны инструкции по одношаговому применению назального спрея Наркан. Откройте упаковку сзади, чтобы извлечь устройство. Ставьте насадку спрея в любую ноздрю так, чтобы ваши пальцы касались кончика носа. Для введения полной дозы в нос пострадавшему крепко нажмите на поршень устройства. Важно не нажимать на поршень, прежде чем насадка введена в нос пострадавшему. Каждое устройство может быть использовано только единожды. После введения налаксона понаблюдайте за пострадавшим в течение двух минут. И если он не дышит, сделайте ему искусственное дыхание, пока он приходит в сознание. Если пострадавший не реагирует по прошествии двух минут, введите вторую дозу налаксона. Вы можете провести искусственное дыхание или сердечно-легочную реанимацию. Проведение искусственного дыхания. Положите пострадавшего на спину, запрокиньте назад его голову и откройте ему рот. Вы можете надеть поверх его носа и рта защитную маску, входящую в ваш комплект. Затем зажмите пострадавшему нос, обхватите его рот своим ртом и сделайте два обычных выдоха ему в рот. Убедитесь, что грудная клетка пострадавшего поднимается, и если потребуется, измените положение пострадавшего. Продолжайте делать один выдох каждые пять секунд. Подача кислорода пострадавшему при передозировке может снизить риск серьезных осложнений и может поддерживать ему жизнь до прибытия помощи. Если вы не вводите налаксон или не делаете искусственное дыхание, поверните пострадавшего на бок, чтобы он не задохнулся. Это называется восстановительное положение. Это нужно сделать обязательно, если вам необходимо оставить его без присмотра. Будем надеяться, что после одной или двух доз наркана пострадавший станет реагировать. Если это произойдет, спокойно ему объясните, что у него была передозировка, и вы ввели ему налаксон. Действие налаксона длится от 30 до 90 минут. Объясните пострадавшему, что пока действие налаксона не пройдет, у него может возникнуть абсистентный синдром, и то, что употребление дополнительных наркотиков вряд ли ослабит абсистентный синдром, однако лишь может повысить риск повторной передозировки. Медицинская помощь после передозировки немаловажна. Но если пострадавший решит не обращаться за медицинской помощью, его не следует оставлять без присмотра на протяжении нескольких часов, так как после истечения действия налаксона возможна повторная передозировка. Запомните, если вы заметили, что у кого-то, возможно, возникла передозировка, во-первых, проверьте, реагирует ли пострадавший. Крикните ему и разотрите грудину. Если пострадавший не реагирует, позвоните по номеру 911, чтобы вызвать медицинскую помощь. Введите наркан. Если пострадавший не реагирует в течение двух минут, введите вторую дозу. Помните, что также важно провести искусственное дыхание и повернуть пострадавшего в восстановительное положение. Если вы употребляете наркотики, следуйте этим советам по безопасности, чтобы снизить риск передозировки. Проверяйте свои наркотики с помощью тест-полосок на содержание фентанила. Если результат положительный, то лучше их не употреблять. Если вы все же планируете их употребить, начните с маленькой дозы и не спешите ее увеличивать. Не употребляйте наркотики в одиночестве. Употребляйте их по очереди. Не смешивайте наркотические вещества. Держите налоксон на готове и под рукой. Вы можете повторить действия при передозировке, узнать о предотвращении передозировки, найти налоксон или оставить анонимный отчет, если вы использовали свой налоксон, скачав StopOD NYC App. Мобильное приложение «Останови передозировку города Нью-Йорк», доступное в магазинах приложений для iPhone и Android. Выполняя действия при передозировке, описанной в этом видео, вы можете спасти жизнь.